В одном из дворов на Васильевском острове появился Кошкин дом. Место, где животные, оставшиеся на улице, могут прокормиться и согреться. А построил его Никола Чудаков. Здравствуйте, Никола! Здравствуйте! В какой момент вам пришла в голову идея построить такой домик? Жена занимается помощью бездомным животным. И я в рамках своей мастерской запустил проект «Чудо-кота-дом». Его цель – привлечь внимание к бездомным животным, к помощи бездомным животным через строительство таких домиков. Покажите, пожалуйста, как он выглядит изнутри и расскажите, как вы его построили. Смотрите, в данном случае это является кормушкой для кошек. То есть нужно различать два варианта. Бывают теплые домики в случаях, когда подвалы закрытые, и кошки могут полноценно там жить, полностью утепленные. А есть для того, чтобы облагородить пространство и для кормления кошек, вот такие вот кормушки. Если кто-то из наших зрителей тоже захочет построить домик для кошек, что нужно учитывать? Каким он должен быть? Учитывать нужно несколько моментов. Во-первых, очень хорошо делать порожек на вход, чтобы в основании домика как можно меньше задувало. Использовать правильный утеплитель. Ну и вообще это история такая, что в принципе любой строитель может построить домик, строится по каркасной технологии. Вот есть наружная и внутренняя отделка. И также хорошо использовать битумную черепицу, чтобы кошки не поранились и в летнее время также могли отдыхать на крыше домика. Вы рассказали, что этот домик построен по типу кормушки, а есть утепленные домики. Что за утепленные? Расскажите о них, о других проектах. Утепленные домики это когда утепляется крыша, пол и стены. Соответственно, это получается своего рода такой термос. Когда кошки к нему привыкают, заселяются в домик, на вход вешается шторка, чтобы было как можно меньше теплопотерь. И кошки действительно живут в этих домиках, греются. То есть это такая альтернатива, когда продухи подвалов закрыты, а кошкам нужно искать тепло под запаркованными автомобилями. Вот можно найти такой выход в виде таких домиков. Продолжение следует...